итак чтобы правильно выполнить эту практику нужно знать технику правильного глубокого дыхания если вы занимаетесь йогой то скорее всего вы уже с ней знакомы и я вам сейчас напомню некоторые детали и так кладем руки на живот и в районе пупочка и делаем глубокий вдох если вы все правильно делать это скорее всего ваши пальцы немножечко разойдутся выдох животик сдувается вдох живот округляется выдох сдувается выполните это дыхание несколько раз можно даже ручки спустить немножечко ниже под пупок чтобы вы чувствовали что нижние мышцы живота также задействованы в этой практике и когда вы убедитесь что ваш живот действительно надувается при вдохе как воздушный шарик до увеличивается в объеме на выдохе сдувается уменьшается в объеме переместите руки на ребра и на вдохе попробуйте толкнуть их стороны как гармонь то есть сначала мы начинаем от пупка и затем продолжаем с ребрами на выдохе гармонь сдуваем и подтягиваем пупок вдох живот ребра выдох ребра живот попробуйте несколько раз и теперь перемещаем и теперь перемещаем руки на грудь начинаем от пупка ребра и грудь немножечко тоже расталкивает ладошки выдох руки сходятся ребра живот до живот ребра грудь выдох грудь ребра живот до выдох выдох и сделайте несколько циклов такого дыхания попробуйте почувствовать что дыхание уходит не только вперед и в стороны но и назад вытягивая позвоночник выдох выдох и теперь руки перемещаем на ключицы район ключи сзади и делаем вдох пупок ребра грудь ключицы и выдох сверху вниз и теперь пробуем считать вдох 1 2 3 4 4 3 2 1 вдох выдох попробуйте поднимая руки вверх на 1 2 3 4 на вдохе на выдохе опуская 4 3 2 1 1 и выдох продолжайте в своем темпе выполните несколько циклов такого дыхания на счет 4 или длиннее 4 это минимум давайте попробуем возможно вы можете сделать и дольше делаем выдох 4 3 2 1 на 8 1 2 3 4 5 6 7 8 отлично выдох 6 5 4 3 2 1 вдох выдох выдох вдох выдох руки оставляем внизу со следующим циклом желательно локти чуть-чуть в стороны и делаем вдох выдох если можете вдыхать и еще глубже так чтобы аж захотелось зевать и выдох просто расслабляемся как мы знаем на вдохе мы активизируем нервную систему на выдохе расслабляем продолжаем дышать и осознаем, что если нам хочется себя чуть больше насытить, мы делаем вдох длиннее выдоха, если хочется расслабиться, мы делаем выдох длиннее вдоха. Это очень простое дыхание, которое вы можете применять везде и всегда, на улице вы или в здании, внутри, в комнате. Это дыхание всегда может выровнять вас. Полное глубокое дыхание, оно ускоряет метаболизм, ощущает кислородом, пробуждает мозг. Попробуйте так подышать около получаса на улице и вы почувствуете насколько вы восстановитесь. И сейчас поделюсь с вами еще одной подсказкой. Сегодня я заметила, что начинает пробиваться крапива, и в молодой крапиве очень много железа. Поэтому сегодня я собрала пакетик на следующий месяц. Особенно это хорошо делать в полнолунии, как раз завтра полная луна. И эту крапиву я буду заваривать в течение месяца от двух до четырех недель. Можно с перерывов. Две недели пьем, две недели пьем, две недели пьем. На растущую луну желательно, если вы так будете делать. По где-то столовой ложке крапивы на стакан воды 20 минут постоять и выпить. В крапиве, особенно молодой, очень много микроэлементов. Поэтому можно использовать эту возможность и пропить курс оздоравливающего такого вот чая. И я благодарю вас, если вы смотрели это видео, если занимались. Напишите свои комментарии, понравилась ли вам эта практика, если вы попробуете сделать ее дольше. Извиняюсь за звук самолетов, которые летали. Я поэтому записывала в наушниках. Надеюсь, вы слышали также звуки птиц и почувствовали энергию этого места. И, конечно же, энергию моей к вам любви. Шлю много, 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 много. И желаю вам всего самого лучшего и пробуждения весны внутри вас.